Работая со сложными изображениями, иллюстратор поможет своей отличной системой организации. Она называется Panel Layers. В данном видео мы ее полностью рассмотрим. Панель Layers находится в правом нижнем углу экрана. Ее можно переместить, кликнув и нажав на нее. Когда вы ее выдвинули, можно увидеть все слои в конкретном документе. Здесь есть слои Photo, Logo, Buttons и Background. Открывая изображение впервые в иллюстраторе, особенно не свое, я рекомендую сразу открывать панель Layers и осмотреться. Она является отличной картой вашего документа, показывающей, что где находится и как соединено вместе. Посмотрим на все компоненты панели Layers. Слева находится регулятор видимости. Это выключатель, который позволяет включать и выключать слои. Например, если я кликну слой Photo, он временно выключается. Все слои Logo, Buttons и Background можно регулировать независимо. В середине вы увидите цвет, который относится к слою. У каждого нового слоя в иллюстраторе есть свой цвет. Этот цвет можно поменять в любое время. Справа от цвета есть закладка, отображающая, что находится на текущем слое. Если она слишком мала, ничего. Это можно изменить в опциях панели Layers, о чем я расскажу позже. Рядом с закладкой наименование слоя. По умолчанию иллюстратор дает общие имена, которые можно изменить. Изменить название легко. Создам новый слой, кликнув внизу иконку New Layer. После этого кликаю дважды и меняю название. Например, мне нужно название Home Button. Ввожу Home, Bit и N. И у меня есть слой с этим названием. С правой стороны вы увидите индикатор Target. Он показывает, что вы выделили на артборде. Сейчас ничего не выделено, поэтому ничего не активно. Если кликнуть на что-либо, автоматически появится световой индикатор рядом со слоем, где что-либо выделено. Внизу панели Layers находится информация о текущем документе. То есть, сколько существует в нем слоев. Сейчас пять слоев. Home, Button, Logo, Buttons и Background. Также есть кнопка Locate Object. Если вы знаете, какой конкретный объект вам нужен, кликните на него, и слой, с которым вы работаете, раскроется, и вы найдете конкретный объект. Чтобы свернуть, нажмите главный треугольник слоя, и он автоматически скроется. Здесь также есть Make или Release a Clipping Mask. Мы еще не обсуждали это, но когда мы будем, вам станет более понятно. Create New Sublayer. Если вы работаете на слое и хотите создать слой внутри него, то вам понадобится эта функция. Новые слои можно создавать и прямо отсюда. И если вам нужно удалить слой, то используйте Delete Selection здесь. Если вам нужно изменить, как ведет себя панель Layers, перейдите в меню панели Layers и выберите Panel Options. Внутри панели Options вы можете выбрать, показывать ли только слои или изменить размер рядов. В данном случае задам Large. Можно выбирать закладки. Можно отметить только Top Level, Groups или Object. Вы по выбору можете включить или их отключить. Нажимаю ОК. И вы видите, что размер ряда автоматически увеличился. Закладки стали больше, и надеюсь, стало лучше видно, что на каждом слое. Всегда нужно пытаться использовать слои, чтобы ваша работа была организована. Так вы легко найдете вещи в любой момент, чтобы выделить конкретные детали изображения, не роясь по нескольким слоям, что может привести в замешательство. Я всегда использую слои и надеюсь, что вы сделаете то же самое. Продолжение следует...